Сейчас мы с вами свяжем жилетку для мальчика. В цветах российского флага, три цвета красный, белый, синий. С отделкой косами. Косы широкие, как видите, широкая коса идет, которая расходится на две части. Очень интересным воротником. С отделкой жгутиками. С крылышками, даже не крылышки, а рукавчики, небольшие рукавчики. Отделка косами по кругу, то есть косы не прерываются, и не остаются у нас на плечевом шве. Вот такая вот очень интересная отделка. Очень симпатичный рисунок фангами. Ну и стыковка вот таких вот маленьких деталей. Эта жилетка состоит из множества мелких-мелких деталей, которые собираются поочередно и получается вот такая вот интересная модель. Совершенно не избитая и не стандартная. Связав такую, вот точно, ваш ребенок точно будет один-единственный. Вот такой жилетки нет больше ни у кого. По такому же принципу можно связать и жилетку для взрослого человека. Начинаем вязать. Начинаем вязание с того, что снимаем мерки с нашей модели. Так, модель у меня достаточно объемная. У нее такая вот, видите, непропорциональная фигура. Достаточно большая попа. Это имитация подгузника. Поэтому берем вот по максимуму, чтобы легко проходила через ноги наша жилетка. Получается где-то, ну, 50. Пускай это будет талия. Объем талии 50, потому что она прямая будет. Длина изделия. Длина изделия, ну, пускай будет подлиннее немножко, потому что, опять же, вот такая вот непонятная фигура, пускай будет 26. Длина изделия 26. Так, теперь... Смотрим схему. Схема жилетки будет достаточно простая. Будем вязать. Прямое полотно на планочке. Вот. В-образный воротник. И, ну, ворот я рисовать здесь не буду. Здесь предполагается воротник. Рисовать его не буду. Вот, собственно, схема нашей жилетки. Вот так она должна выглядеть. Целиковая. Но, так, разбиваем здесь вот 25 сантиметров. Вот здесь вот 26. Все. Здесь давайте-ка померим еще горловину. Для того, чтобы знать, горловина 8, не меньше 8. Вот здесь вот у меня 8. Ну, и на сколько она может быть... Измеряю глубину. Глубина может быть 6. От 6. Пускай будет 7. Ну, да, чтобы голова легко проходила. 7. Сзади тоже где-то сантиметра 4. Сзади 4. Все. Так. Не все. Рукава. Рукава от верхней точки до низа. Рукава 10. Здесь вот пройма 10. Ну, и теперь, наверное, все. Пока пока больше не нужна. Сейчас я беру... Так, 25 на 26. Мне одного листика не хватает, само собой. Значит, я склеиваю два листа и делаю на них схему. Для чего? Сейчас буду объяснять. Вот что у нас получается. Наша горловина. Это половина. Середина. 10. Это проймы для руки. Для чего я это сделала? Поскольку у меня очень маленькая модель, мне нужно определиться с размером косы, который пойдет посередине. Потому что тем способом, который мы с вами будем вывязывать косу, можно вязать на абсолютно любой размер. Хоть вот такие вот косы можно вязать. Вы увидите, что вообще без проблем это делается. Но для того, чтобы не эту косу разместить здесь, потому что она пойдет толстая, потом разойдется на две косы потоньше, пополам. Мне нужно будет еще, помимо вот этой толстой косы, которая пойдет вот тут вот, вот такая вот коса идет. Помимо нее, вот этой косы, которая уходит у меня в плечи, идет цветная планочка со жгутами и белая вставка. И все это нужно разместить на таком крошечном размере. Поэтому сейчас я определяю размер косы. Вот только таким способом. Потому что, как я уже сказала, побольше модель, побольше коса. На животе я могу разместить больше. Моя задача разместить на плечах. Учитывая, что тут достаточно мало места. Всего 8,5 см. Поэтому, если коса будет 4 см, пару см у меня будет полоса, и на вставку у меня останется всего 2,5 см. Вставка с плечиком. Ну, наверное, на такие размеры это пойдет, потому что моя задача показать вам всего лишь сборку и последовательность выполнения вот такой достаточно на вид сложной модели. На вид она гораздо сложнее, чем выполняется в реальности. Поэтому мы сейчас с вами в этом должны будем убедиться. Значит, раз, у меня 4 здесь, 4 здесь. Это размер косы. И получается вот так вот 8 см. У меня коса идет по нижней части. Сейчас я ее поделю вот здесь. По нижней части. Получается у меня... Сейчас я зарисую эту косу. Это делается для того, чтобы я могла делать постепенный расчет. Почему постепенный? Вязать мы эту кофту будем частями, и расчет делать, соответственно, тоже частями. Это то, что у меня должно получиться в идеале. Сейчас мы должны будем связать вот эту вот косу первым делом. Приложим ее, посмотрим, насколько она соответствует действительности. Если она соответствует нашему... Нашему размеру, нашему вот этому пожеланию. Вот такой вот. Вот такая вот длинная широкая-широкая коса, которая будет расходиться на две. И, само собой, это коса. Я не рисую, но предполагается, что она сзади идет, 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 обвивается вот так вот. И соединяется в единое полотно за спинкой, и вот так вот идет обратно. Вот это то, что мы с вами должны связать в первую очередь. Сначала косу. После того, как мы ее свяжем, мы прикладываем ее к нашей модели, и смотрим реальный размер этой косы. Перевязывать мы ее уже не будем, какая она получится. Потому что можно, конечно, делать предварительно расчет, предварительно все это в 10 раз вязать, но что я вам хочу сказать. Коса, она такая достаточно непредсказуема, потому что если мы возьмем вязание всего лишь вот такое вот 8 см, при том, что у нас будет перевитие сильное, вот эти 8 см превратятся вот в такой вот тоненький кусочек. Можно делать огромные расчеты, подбивать, подгибать, там подстраиваться, мы это делать не будем. Мы сделаем сразу косу, как я уже сказала, мы наложим ее сюда, и посмотрим, что у нас получается. Вот эту часть мы тоже свяжем, потом мы ее сошьем по факту. Вот какая она получится, столько мы лишнего распустим, и сошьем. Сшивать будем тоже сзади горизонтальным трикотажным швом сделаем имитацию цельного такого вязания. То есть мы вот вывяжем отверстие. После этого нам надо будет оформить весь раскол для того, чтобы туда вшивать воротник, потом руками. Ну, это уже то, что мы будем делать дальше. Сначала коса. После того, как мы свяжем косу, эту косу, простите, мы ее связали, приложили, посмотрели ее реальный размер, после этого определяемся с полосочкой. После того, как мы связались с полосочкой, приложили к нашей выкройке, выяснили реальные размеры нашей вот этой всей конструкции, мы уже сможем вязать спинку и основную часть фангами, вот эти вот цветовые вставки. Но это уже после того, как мы свяжем косу и первую, вот эти вот две полоски по переду. А пока наша задача всего лишь связать косу. Расчет. Длина у нас идет и ширина приблизительно. Вот именно поэтому мы и делаем, начинаем все вот с этой вот косы. Как она ляжет, так и пойдет дальше все изделие. Расчет делаем по петельной пробе, обычной, плюс по паре сантиметров в каждую сторону, потому что коса, она собирает все вот это во все стороны. То есть, если она высоту не сильно усядется, то в ширину она усядется капитально. Поэтому к нашей косе добавляем еще пару сантиметров, то есть, это получается все 10, и вот 10 сантиметров и считаем, сколько у нас получается петель на эту косу. Плюс к тому, естественно, надо в петли 3 взять, как, что называется, как тело вязания, к которому будем все пришивать, и то место, на котором, собственно, эта коса будет держаться. Если мы будем делать косу с самого начала до конца, то нам просто не к чему будет пришить все остальное вязание. Поэтому тоже плюс 3 петли к самой, собственно, косе. Значит, то у нас получается коса 10 сантиметров, ширина 10 сантиметров, длина. Так, длина. Учитывая, что у нас вот здесь вот длина идет вместе с подгибом, подгиб мы сделаем небольшой. Не буду делать большим, скан будет вот. Даже не знаю, сколько это, сейчас померяем. Ой, не по стороной. Здесь. 2,5 сантиметра линейка. Меня устроит. Подгиб. Можно делать плюс к изделию, а можно делать в том числе. Если слишком большой, тоже, наверное, не обязателен. Это подгиб. Поэтому, длина косы 16. И дальше идет расхождение этой косы 8. длина 2,8 сантиметра. После этого я буду вывязывать длину. Сейчас гляну. Это приблизительно, 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 плюс еще 9. 8, плюс 9. Это на загиб. Загиб тоже вяжется особым способом, чтобы он не оттопырился, а лежал вот так вот ровненько, как нам нужно. Таким полукругом. Вот. Берем петельную пробу и считаем, сколько у нас реально петель и рядов получается. И идем взять нашу косу. После этого мы будем заниматься всем остальным. Записываем наши расчеты. Если у меня ширина 10 сантиметров, 10 сантиметров, а в одном сантиметре у меня 2 и 3 петли, значит у меня 23, ну, мне нужно четное количество, пускай будет 24 петли, это ширина 24 или 12, то есть 6 и 6. Не очень удобно, потому что у меня пятиигольный декер, в принципе, сойдет. Так, дальше. Длина 16 сантиметров. У меня 4 ряда в одном сантиметре. Значит, 16 умножаем на 4 равно 64 ряда. Потом 8 и 9. 8 умножить на 4, это так, 32 плюс 9 и 4, 36. Так, теперь будем корректировать. я буду делать перевитие через, ну, пускай 10 рядов, через 10 или 15, потому что если делать чаще, будет очень некрасиво, пускай будет через 10. Значит, я делаю перевитие но не с самого начала, пускай будет в пятом ряду, потому что если делать перевитие через 10 рядов, в начале получается очень пусто. Если делать с самого начала, в начале получается мешок, поэтому пускай пятый ряд. Потом так, пятый, пятнадцатый, двадцать пятый, тридцать пятый, сорок пятый, пятьдесят пятый и, соответственно, шестьдесят пятый. Я могу делать перевитие и после этого уже, ну, сразу расходиться тоже нехорошо, разводить вот по, вот здесь вот, у нас приставки делается перевитие прямо вот тут вот, и мы тут же разводим нашу косу в сторону. Нужно еще чуть-чуть провязать, чтобы вот это перевитие было хоть чуть-чуть пониже, чтобы было провязано хоть какое-то расстояние, поэтому, ну, что я могу сделать? Я могу сделать короче нашу жилетку, но она и так маленькая, поэтому пускай у меня будет здесь не 64, а 70 рядов. Вот так. Учитывая, что это первая деталь, по которой мы будем ориентировать все остальное, потому что она, в общем-то, самая сложная получается. У меня 70 рядов, значит, на 65 ряду я делаю последнее перевитие и вяжу 70 рядов. На 70 ряду я начинаю разделение косы на две части. Для того, чтобы разделять косу, я должна делать убавки. это простые убавки. Но убавлять мне нечего. Но учитывая, что у меня коса пойдет без основного изделия, если бы я вязала изделие целиком, естественно, это убавки внутри полотна. Если у меня вот такая вот отдельная деталь, мне убавлять тут ниоткуда и нечего. Поэтому буду вязать просто разделю эту косу, буду вязать две детали, с закруглением в конце и просто разведу их немножко в стороны, чтобы они не мешали друг другу вязать. Все. При сборке изделия эти детали улягутся сами, так как мне нужно. Поэтому провязываем. Дальше считаем. Мне надо будет 8 сантиметров. Это, я уже посчитала, 32 ряда. Значит, 70, 65, провязали 70 рядов. Дальше я могу, это, это основная часть, это первый этап. Второй этап. Я вяжу вот эту часть. 32, ну, 30 рядов, потому что здесь, эта часть будет длиннее, пускай там будет чуть-чуть покороче, потому что здесь это несущественно. Мне самое главное уложить косу. Значит, на 70, это у меня 5 рядов провязано. я опять же вяжу на пятом, так, 5, 15, 25, а у меня 30. Значит, 32 плюс 36, это 68 рядов, те же 70. В принципе, я повторяю вот этот же расчет, собственно, только вяжу его уже раздельно, 5 рядов провязываю и вот туда и вяжу, и вяжу, и вяжу. Только на 30, вот здесь вот где-то вот, я учитываю, что у меня идет плечевой шов. Отмечать его нигде не буду, он пойдет сам по себе. Имею в виду, что вот здесь у меня плечевой шов на втором, на второй, вот этот второй ярус, вот этот уже третий ярус, то есть вот это все первый, вот это второй, а вот это вот пойдет третий. Я провязываю широкую полосу 70 рядов, потом узкую 30 рядов, а потом делаю вот эту вот третью, третью часть завершающую, это еще 30 рядов до 70, если не нужно, лишнее потом просто распущу, когда буду сшивать. Вот, моя задача связать. Вот это, идем к машинке. Так, я по нашему расчету, передо мной лежит расчет, помните, мы собрались с вами делать 10 сантиметров, 24 петли, вот они, 24, и плюс по 3 краевых, обязательно, для того, чтобы мне было за что, на чем, собственно, будет эта коса держаться. Нужно тело вязания. Беру катушечную нитку, лавсановую, которая очень крепкая, режет руку, но не рвется, это то, что нужно, контрастного цвета, потому что бросовая нитка у меня, видите, несколько рядов бросовая провязала, светлая, коса белая, поэтому, лавсановая катушечная нитка черная, хвостики по длине, и один ряд провязываю, у меня будут отличные открытые петли, для последующей обработки нашего края, поэтому так, завязываю узелки, обязательно, видите, я вспомогательную нитку, разнесла нитки в разные стороны, вот эти вот хвостики, это начало, это окончание, и за эти хвостики привязываю катушку, это обязательно, потому что, иначе у меня, вот здесь вот появятся растянутые петли, катушечная нить вытягивается, вам плохо видно, потому что черная на черном, но поверьте на слово, что если эти ниточки не связать, катушечная нить вытягивается, и у меня получится растянутый первый ряд, очень нехорошо, а так я их связала, и не дамы возможности распуститься, и мне помешать, так, беру рабочую нитку, рабочая нить у меня белая, и так, так, обязательно, счетчик, 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 будем считать, провязываю по расчету 5 рядов, основным цветом, основной у меня белый, им я и буду провязывать всю косу, можно ниточку оставить по длине, так, плотность рабочая, все, провязываем 5 рядов, 5 рядов провязанных, моя задача сейчас сделать, перевитие косы, значит, 3 петли, с одной стороны, 3 и с другой, не работают, они вот на этом месте и останутся, остальные все вот так вот сейчас будут перекручены, учитывая, что у меня такая особенность этой косы, что она должна разделяться пополам, я буду делать ее скрутку, вот так вот, фередину, две косы просто навстречу друг другу пойдут, так, у меня получается, 6, 6, 6, 6, 6, получается одна коса 6х6, и вторая коса 6х6 рядом находящаяся, есть очень простой и очень эффектный способ, эффективный, это добавление нити, я на самом деле пробовала очень разные способы, при вязании кос, и хочу вам сказать, что вот этот вот сейчас, мне кажется оптимальным, беру нитку того же цвета, что и коса, и провязываю руками, 6 петель, ниточку по длине, вытягивая петлю до самого конца, если у меня, видите, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, я перевью ее со второй частью, кто-то делает вот этой же ниткой весь всю петлю, то есть все обе части, потом перевивают, ищут концы, хвосты, в общем, очень сложно, очень сложно запутаться, гораздо, гораздо проще, чем тот способ, который показываю я, отрезаю, беру следующие 6 рядов петель, простите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, почему 1, 2, 3, 4, 5, 6, а это что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, у меня лишняя петля, ладно, и отрезаю, вот то, что получается, то же самое делаю дальше, 6 и 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, при таком способе, мне надо будет всего лишь потянуть за 2 ниточки, и все стянется, не надо ничего искать, не надо нигде искать хвосты, сильно подтягивать, и путаться в этих нитках, да, будет 2 узелка, а не один, как это при таком вот, более распространенном способе, сделаем, нитку далеко не убираю, она мне скоро понадобится, беру, дейкеры, 6-ти игольного у меня, к сожалению, нет, 6 и 6, у меня есть 5, и один, буду пользоваться тем, что есть, так, 5-ти игольный, раз, 5-ти игольный, ой, 2, так, ну, сразу вытягиваю, и вот эти вот, здесь главное снять хорошо, это все с машинки, вот так вот подтянула, и спокойно могу снимать, раз, снять, 2, снять, 3, и снять, так, закрываю языки, и тогда оно спокойно снимается, с машинки, вот то, что у меня получается, подтянуть, и поменять местами, так, теперь, момент такой, как я буду делать, я буду делать косые навстречу друг другу, это в одну сторону, это в другую, то есть сначала у меня идет, с внешней стороны внутрь, значит, сначала у меня идет, так, это можно, ой, подержать пока тут, первый идет, где оно все слетает, но это совершенно не страшно, потому что вот такие вот растянутые петли, они не дадут убежать моему полотну, в общем-то, смотрите, я даже делала такую конструкцию, кусок железяки, положила на край, и все это дело в него упирается, очень удобно, так, и беру и надеваю обратно, раз, два, три, четыре, пять, слетать может, и ничего страшного в этом нет, потому что вот эти петли не убегут никуда, они слишком большие, растянутые, с ними работать можно, пересадили, раз, теперь вторая часть, снизу, это была первая, и это вторая, все подтянули, и спокойно, и спокойно, это откуда, это оттуда, и спокойно пересадили, хвостики можно подтянуть, вот, мы поменяли местами, мы их перевели, так, теперь вторая часть, вот они, берем, пересаживаем вторую часть, и делаем все то же самое, все то же самое, пять, одних, пять, других, и две по одной, вытягиваю ниточки, чтобы они дали возможность, снять петли, желательно закрыть язычки, тогда петли легко снимутся, раз, и на железяку, перли железякой, никуда она не денется, раз, два, и вот эти вот, оп, ну, такое тоже бывает, ничего страшного, так, держим, теперь делаем на встречу, друг другу, плохо же, конечно, когда, нету такого декера, большого, поэтому сначала маленькая, потом большая, видите, такие большие петли, они дают возможность, в принципе, без проблем, на это все перевить, сейчас вам покажу, что делать, когда не хватает такого, вот, варианта, потому что, если делать косу очень большой, очень широкой, то вот такого количества дополнительных нитей, как у нас получается, может не хватить, придется делать еще большее расширение, как делать, я вам сейчас покажу, так вот сейчас немножко подтяну петли, видите, мне не хватает, и теперь спокойно все это пересаживаю, все подтянули, излишки, понимаете, если бы мы прямо вот это вот начали делать, на первом же ряду, это было бы очень нехорошо, некрасиво, и неинтересно, вот, две косы мы сделали, навстречу друг другу, все, теперь ставим все в рабочее положение, провязываем 10 рядов, в принципе, видите, не так сложно, несмотря на то, что вот эти петли очень хотят вылететь, декеры вылетают из рук, все это пытаются убежать, но сложного ничего нет, потому что петли настолько длинные, что они при всем желании не могут убежать, 10 рядов, до следующего перевития, провязывается очень легко, натяжения вообще никакого нет, вот коса одна, коса вторая, вот там все это наше великолепие остается, нитки в разные стороны торчат, мы все это будем с вами убирать, и подтягивать, когда свяжем деталь, прямо на машинке это делать не стоит, иначе все равно не дотянете, и гораздо удобнее это все делать, держа в руках, а не на машине, эту деталь, значит берем белую нить, по 3 иглы с каждой стороны не работают, раз, два, три, четыре, пять, шесть, первая коса, отрезали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, главное, до конца доводите, чем длиннее петли, тем легче справляться с этим всем, если у вас настолько длинная, большая коса, что вам не хватает длины вот этой вот петли вытянутой, если коса будет побольше, чем 6х6, 7х7, то вот этой вот длины петли не хватит, вы делаете очень просто, провязали ряд, то есть первую петлю, подложили линейку, или декер небольшой, провязали, подложили, обвили декер, либо линейку, следующую, вы делаете огромные вытянутые петли, мне они сейчас не нужны, видите, у вас получаются петли вот такие, вот, 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 просто гигантские, вот этой длины хватит уже даже вот на такую косу, если не хватает такого декера, берите что-нибудь, вообще длинное, то есть любой длины петли мы с вами можем сделать, главное, чтобы это была пластмасса, а не деревяшка, и что-то очень скользкое, что можно легко вытащить, потому что когда мы с вами снимем на декеры вот эти вот петли, надо будет после этого уже вытащить нашу линейку, и вы видите, какой длины петля у нас получилась, я вам сейчас ее покажу, вот, вот эта петля легко пересаживается, видите, на какое расстояние, на любое, вот таким вот путем делаются огромные-огромные косы, мне она сейчас не нужна, потому что будет только путать, поэтому я делаю делаю косы небольшие, так, раз, два, три, четыре, и отрезаю, очень удобный метод, очень, и вот эти вот нитки, которые отрезаны, они являются единой, потому что, если взять и использовать одну ниточку на одну косу, без разреза, очень неудобно будет середину потом подбирать, когда мы будем с вами формировать косы, я вам покажу, что имею ввиду, потому что вот эта вот часть, мы просто тянем одну часть, тянем вторую часть, связываем, и забыли, а так нам придется из середины полотна вытягивать в обе стороны нитки, в общем, это совсем-совсем другая история, не очень-то веселая, честно говоря, поэтому мы этим заниматься не будем, мы облегчаем тебе жизнь во всех-во всех-во всех направлениях, и делаем все то же самое, так, у меня упал декер, и у меня упала железяка, берем лишнее, лишнее убрать, чем меньше под руками лишнего лежит, тем легче работать, так, раз, одна, раз, другая, я уже успела делать гигантскую косу, с гигантскими косами, конечно, может быть, какая засада, нехватка декеров, потому что, если у вас декер, там, 3х3, самый большой, их 2 штуки, а вам коса 10х10, ну, тут может быть сложновато, единственный вариант, опять же, как мне кажется, если вообще нечем, делайте огромные-огромные петли, и вручную просто их снимаете, вот так вот с машинки, и вручную, держа в руках, вот так вот наше вязание, просто переносите и пересаживайте, по-другому, к сожалению, наверное, будет сложно сделать, ну, вот у меня слетело, и ладно, первая петля, что я сейчас делаю, я сейчас могу поменять местами, сначала у меня было внутрь, теперь я буду делать наружу, по очереди, внутрь, наружу, внутрь, наружу, так, смотрю, еще раз, у меня в прошлый раз, с края внутрь шла, шла коса, теперь я делаю наоборот, ну, это такой, как вариант, можно делать так, можно так не делать, так, до конца, надели, здесь у меня петля слетевшая, я ее тоже обязательно надеваю, так, теперь аккуратненько, вот это, конечно, не очень удобно, такими гигантскими петлями обходиться, но, так, 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 теперь, вот это надеваю, там, внутрь идет, и, вот эти пять, одну косу сделали, здесь, так, все, теперь вторая коса, угу, сначала изнутри, наружу, последовательность может быть абсолютно любая, это вообще не важно, кос, масса всяких кос, есть схем вязания, берете любую, вам главное знать принцип, как это легко делается, сняли одну, сняли вторую косу, и можно снимать эти вот коротышки, и опять железяка падает радостно, так, и смотрим, что у меня, опять вспоминаю, чтобы не перепутать, сначала, изнутри, наружу, и изнутри, наружу, вот эта часть шла, немножко поднатянулась, потому что, видите, вот эта вот длина, она для петли 6х6 максимально, так, теперь ловим первую, теперь, теперь, вот эта часть, не хочет, не надо, раз, видите, вполне можно и руками справиться, 3, 4, 5, 6, если декера не хватает, справляйтесь руками, не перепутайте, зато все петли, не потеряны, вот они все на месте, все, все 6, верно 6, вот эта дырка, которая будет закрыта, и провязываем еще 10 рядов, не могу сказать, что работа очень приятная, простая и легкая, требует внимания, сосредоточенности абсолютной, потому что все это улетает, инструмента не хватает, но наша задача, вправляться теми силами, которые у нас есть, потому что декеры 10 на 10, это, конечно, хорошо, но мало у кого они есть, 10 рядов, так, вот провязаны 2 яруса, 2 части, теперь я опять, ой, показываю вкусу, сейчас главное все не запутать, буду чередовать, теперь у меня пойдет, внутреннее, внешнее, внутреннее, внешнее, можно, как я уже сказала, любые конфигурации кос, вывязывать, какие, какие вы хотите, это все вот так вот болтается на ниточках, все очень не стабильно, и вообще выглядит просто странно, когда мы закончим, мы с вами подтянем вот эти нитки, и коса стянется, и прекрасно все уляжется на свое место, и будет вообще ничего не заметно, самое главное, тут будет не перетянуть, но этим мы будем заниматься, когда уже все будет готово, поэтому сейчас любая конфигурация косы, которые вам только нравятся, можно перевивать их между собой, можно периодически делать пересадку 10 на 10, вот так вот, тоже будет очень красиво, необычно, непонятно, маленькие, маленькие, потом парочку больших, потом опять маленькие, маленькие, любые, любые косы, вот таким способом, как я уже показывала, через декер набирая, либо через широкую линейку, либо если хватает, просто делая увеличенные петли, вы можете пересаживать любые, любые косы, абсолютно любого размера, это не шутка, это реальность, вот так вот мы можем с вами делать на машинке, и не скажу, что это очень долго, и как-то очень сложно, самое главное, что петли не натягиваются, иглы не ломаются, машина легко переносит вот такое вот вязание, вяжем с вами вот это полотно, любой косой, который вам нравится, до 70 ряда, и будем делать расхождение на две косы, вот еще раз покажу косу, у меня коса не простая, она периодически меняется, местоположение вверх, не сверхниз, то есть у меня получается, что два раза у меня одна часть идет сверху, потом она два раза идет снизу, два раза сверху, два раза снизу, это достигается всего лишь последовательностью пересадки, то есть обычно мы как делаем, все время в одну сторону пересаживаем, пересаживаем, пересаживаем в одной последовательности, если периодически их менять, то есть мы меняем их местами, только одна сверху, другая снизу, потом наоборот, одна снизу, другая сверху, вот так вот, вот таким путем достигается вот такая вот хитрая коса, Принцип у нее пересадок точно такой же, как у самой простой традиционной косички. Есть еще один вариант, не то что вариант, а небольшое упрощение жизни при пересадках. Вот мы определились, что сейчас у меня пойдет первый изнутри и снаружи, первая часть пойдет, а вторая часть пойдет сверху, уже снаружи, внутрь. Снимаю на крайние, на большие декеры, я их снимаю сразу, придерживая пальцем, как угодно. Тут уже надо приноравливаться. Средние можно просто снять, они никуда не убегают. Так, и смотрю, что у меня получается. Еще раз, сначала пойдет изнутри наружу. Значит, изнутри наружу, вот эту часть я сразу надеваю на ту часть, которая у меня пойдет потом, и на иголочки навешу. Это для того, чтобы не запутаться. Я ее навешиваю на иголочки, она у меня не потеряется, не запутается. Крайнюю сразу на место, эту сразу на место. И вот таким способом вязать гораздо легче. Это как при многократном повторении одной и той же операции находится какое-то оптимальное решение. Так, потерялись у меня тут эти петельки. Сейчас я их надену. И вторая коса. Вот она, ничего никуда не потерялась. Вот здесь была первая петля дополнительная, я ее сразу надеваю. И эти пять игл на место. Все, так, вот такой способ гораздо проще. Самое главное, смотрите, чтобы у вас все иглы были с петельками. На каждой игле должна быть петля, значит ничего не упустили. И делаем второй раз то же самое. Снимаю на крайние, в средние оставляю висеть в воздухе. Одну сняли. Лички поправили, вторую сняли. Смотрю, кто у меня идет первый. Так, поправили. Ай-яй-яй, все и слетело. Видите, стоит начать показывать, как петли тут же решают, что им пора бежать. Но мы их сейчас все равно поймаем. Так, первая у меня идет изнутри наружу. Значит, вторая часть я так сразу навешиваю на декер и подержать на крайние петли иголки. А эту пересаживаю совершенно спокойно. Ничего никуда не убегает и не путается. Самый лучший способ. Периодически можно подтягивать петли, если не хватает чего-то. Нитки спокойно вылезают, потому что они короткие и не мешают. Вот если бы они были все единой нитью, связанной обе части, то это был бы кошмар, конечно. А так все очень легко и просто. Надели. И теперь спокойно переодеваем вторую часть. Вот эта петля, которая здесь отдельно находилась. И пять. Видите, вот так гораздо быстрее. Если мы будем пересаживать на крайние иголки, подержать немножко эту петлю, что называется, а потом надевать. Если у вас всего лишь трехугольный деккер, делайте то же самое. Несколько петель на него сразу надевайте на один деккер и в сторону навешивайте. Тогда будет гораздо-гораздо проще. Ну или на обросовую нить, конечно, не лучший вариант в данном способе. Если нету дополнительных деккеров больших, нужно либо самодельный изготовить, либо все-таки заказывать деккеры где-нибудь на Алиэкспрессе или на Эбэе, там они продаются. Для Невы есть только пятиигольные, либо делать самим. На Эбэе и на Али для Сильверов, Бразеров и такие вот уголки. Кстати, когда будете покупать, заказывать, обязательно смотрите, там есть расстояние между иголками, чтобы оно соответствовало вашей машинке, иначе купите и вам не подойдет. Это очень важно. Так, у меня 65 рядов, провязываю еще 5 и начинаю расхождение моих косичек. Так, ну 5. Сейчас я должна развести косы в стороны. И, само собой, они должны за что-то там цепляться, потому что сейчас я их разведу в стороны, и мне нужно дополнительные петли вот здесь вот придумывать, потому что здесь у меня 3 петли дополнительных, вот они, которые будут держать косу. Здесь нужно хотя бы 2, поэтому за вот эти 5 рядов, что у меня сейчас придется связать, я должна... Так, 70 я провязала, обнуляю счетчик, еще 5 рядов, и я буду делать перевитие. Но сейчас я разделяю вязание. Для этого, либо я оставляю одну часть в переднем положении, либо снимаю на брусовую нить, либо, если у вас машина позволяет, то вяжите 2 одновременно части. Я буду вязать 2 части одновременно, поскольку машинка моя позволяет мне это делать. Ручная прокладка тема хороша. Либо берите каретку, тарсию. Так, пересаживаем. И моя задача на центральных вот этих иглах добавить петли, потому что у меня тела для косы просто не будет иначе. Как я могу добавлять? Ну, могу взять из нижележащей. Раз добавила, два добавила. Мне хотя бы 2 петельки надо будет добавить, вот таким вот образом. И самое главное не путать, потому что теперь это вязание разное. Это 2 разные части, которые у меня расходятся. Одним полотном вязать их нельзя ни в коем случае. Вот. Поэтому что я сейчас делаю? Беру второй клубок, но от него отмотаю ниточку побольше для вот этих вот хвостиков. И буду вязать из двух нитей сразу. Нитку надо поодлиннее. Вот, наверное, достаточно. И беру, вывязываю из двух частей. 5 рядов. За это время я должна добавить еще по одной петелечке хотя бы. Раз. Два. Два разных вязания. Еще раз сдвигаю полотно. Пересаживаем еще раз. И вообще лучше их сдвинуть подальше, чтобы они никак друг с другом не контактировали. Иначе можно и перепутать. Наши эти части. И вторую часть торча также сдвигаю на одну углу в сторону. Делаю расширение в серединке. Это нужно сделать до начала косы. Коса будет на пятом ряду. Поэтому сейчас опять делаю вот такую прибавку. Вынимаю ее из нижележащей петли. И провязываю еще два ряда. Это будет четыре. Одна нить. Вторая нить. Три. Четыре. Собственно, можно немножко раздвинуть полотна. Для того, чтобы они не путались. Расстояние уже позволяет сделать это и на два, и на две петли. Ну, тяжело, конечно, двигать. Вот так вот сразу. Поэтому передвину попозже. Самое главное, разделить сейчас это вязание, чтобы не путаться в косах. И вот мои две дополнительные петли, которые я добавила, на которые мы будем навешивать, собственно, воротник. Потому что за что-то мне его цеплять нужно. Ну, вот таким вот образом я раздвигаю вязание и вяжу раздельно две части. Как я уже сказала, можно одновременно, если машина позволяет, либо их каретка, либо по очереди. Как вы привыкли, и как вам удобно. Мы разделили вязание. В принципе, хорошо было бы перевить вот эти вот петли, но учитывая, что здесь у меня будет закрыто все, то есть я ничего вот здесь вот открытым не оставляю, все будет закрыто, спрятано. Это, наверное, не особенно важно. И пятый ряд, на котором, собственно, сейчас буду делать косы. Косы делаю точно так же. То есть я продолжаю вязание, точно так же, как было снизу, и делаю это свои 30 рядов. Вот, 30 рядов я провязываю, и следующие части я уже буду делать небольшое-небольшое закругление, потому что вязание достаточно толстое, жесткое, и само по себе оно как-то красиво и по шее не ляжет. Придется принимать меры и укладывать насильно. Поэтому сейчас, вот он пятый ряд, десятый, то есть 5 и 5, получается 10 рядов, продолжаю косу и вяжу до 30-го ряда. В 30-м ряду я заканчиваю перед, и начинается уже вывязывание спинки. Связала уголок. И теперь, помните, вот эту верхнюю часть мы начинаем вывязывать. У меня 36 рядов на счетчике. Я решила не сбивать счетчик, а вязать единым полотном, для того, чтобы не спутать последовательность переплетения. Но, смотрите, у меня не прямая полоса, а закругление. То есть у меня с одного края рядов, если вот так взять, рядов гораздо больше, чем с другого. За счет этого у меня получится хорошее закругление. Расчет делать не буду. Буду вязать на глаз. Учитывая, что где-то в половину расстояние меньше, с одной стороны, чем с другой, моя задача провязать изнутри меньше, чем снаружи. Делается это простым частичным вязанием. То есть, где-то на середине полотна, вот здесь вот у меня мало рядов, по краям много, я буду выполнять частичное вязание. То есть, провязав косу на косе, никогда мы никакие операции не производим, за косой, вот у меня 35 рядов переплетения сделала, ставлю какую-то часть в переднее положение, провязываю. Учтите, что делается это с разных сторон, поэтому одновременно и тут, и тут иглы выставлять не нужно, по очереди провязаю. Эти иголки ставлю в работу, с другой стороны ставлю вперед. Так, извиняюсь, никак, конечно, не ставлю. Обвиваю иглу. Простите, конечно, ничего не ставлю, обвиваю иголку, обязательно, чтобы не было дырочки, и провязываю вторую. Вот теперь ставлю в работу и провязываю два ряда. А здесь обвиваю иглу и провязываю частично. Три. Тридцать девять. Сорок. Опять ставлю где-то чуть больше. А здесь целиковый ряд провязываю. Раз. Вот так вот, точно так же. Вторая сделала симметрично. Здесь обвиваю, там нет. Здесь ставлю полностью ряд, здесь провязываю половину. Видите, у меня здесь чуть-чуть, здесь больше. И целиком. Четыре. Ну, на сорок пятом делать ничего не буду, потому что это уже коса. Сорок пять. На сорок пятом ряду у меня коса. Переплетение. Делаю обычное переплетение. Ну, вы видите, у меня уже пошел вот такой вот скос. То есть внизу, с этой стороны, у меня рядов гораздо меньше, чем снаружи. Сейчас я делаю косу, потом повторяю вот эту же операцию. И делаю так до семидесятого ряда. На семидесятом ряду я снимаю это все на вспомогательную нитку. И идем завязывать косы. Потому что мерить это все бесполезно, потому что оно все уляжется. Видите, у меня вот эти все растянутые петли. Они все улягутся и примут свое настоящее положение. Сначала мы уберем все нитки, все завяжем. После этого будем смотреть, сколько мы провязали, что нам еще. Реальную провязку смотреть будем и корректировать уже нашу выкройку. Вот таким вот образом довязываю до семидесятого ряда. Вот наше полотно. Вот такое вот. Практически, сейчас так покажу, наша выкройка. И, в общем-то, оно, вот видите, даже загибается вот там вот. Все. За счет частичного вязания частичных рядов. Вот так вот где-то оно и должно лежать. Оно, естественно, длиннее, чем надо, потому что у нас здесь вытянутые ряды сильные. Сейчас мы их будем убирать. Разворачиваем на эманку. Крючок. И, смотрите, помните, я вам говорила, что тот способ, который я предлагаю, из двух разных ниточек гораздо удобнее. Чем он удобен? Вот так у меня нитка одна. Нитка. Сейчас ищу вторая. Вот она. И, видите, я просто могу потянуть за эти две ниточки. И у меня с этой стороны практически все улеглось. ой, сейчас, здесь, конечно. Так, улеглась-то улеглась, ну, о, все. С этой стороны у меня коса вытянулась. Если бы у меня здесь было продолжение на внешнюю сторону, то все было бы гораздо менее интересно, потому что мне пришлось бы ловить хвосты, вытягивать их частично. Ну, в общем, было бы совсем-совсем не так все хорошо. Сейчас я это все подтягиваю. Вот точно таким же способом, только уже с другой стороны. Беру вторую ниточку. Тяну раз, петли нет. Беру ниточку с этой стороны. Так, кажется, лучше их найти сначала, а потом тянуть. Вот она. Так, раз, два. И тяну. Все, второй стороны нет. У меня главное не перетягивать. Коса готова. Вот. Все. Косичка сделана. Теперь я всего лишь... Так, нитка, нитка. Вот они рядышком находятся. Я их могу просто связать. И с другой части вот тоже две нитки. Я их связываю. Попарно. И отрезаю. Мешать они не будут торчать сильно тоже. Да, это какая-то работа дополнительная, но... Зато каков эффект. Не скажу, что это занимает очень много времени. Можно нитки прятать, можно не прятать. Они, в общем-то, не сильно и мешают. То же самое. С другой стороны ниточка одна, хвостик. Ищу следующий хвост. Раз, два. И со второй стороны хвост один, хвост второй. И вот так вот подтягиваю. Можно сначала внешнюю сторону, конечно, подтягивать. Потому что она нам более важна. Подтянули. Подтянули. И за торчащие хвостики подтягиваем эти петли. Вы когда будете делать, вы сами увидите, что это такое. Потому что пока руками не потрогаешь, не почувствуешь, сложно объяснить. Вот подтянутый хвост. Ничего нигде не торчит. То же самое делаем с этой стороны. С этой проще. Потянули раз. Потянули два. Можно немножко... Подправить. Получается, вот вторая коса. Не за ту нитку потянула, немножко его... Вот. Вот две косички. Пожалуйста. Полноценные косы, которые мы с вами сделали. Они переплетены. Они полностью готовы. Осталось только связать вторую часть. Видите, вот такая широкая коса. Но она сильно стала уже, чем мы вязали. Именно за счет того, что вот эти вот переплетения, они очень сужают полотно. Во-первых, они сужают полотно. Во-вторых, они его уменьшают не только в ширину, но и в длину. И вот таким вот образом мы с вами должны завязать все вот эти вот веревочки. Чтобы сзади у нас никакой бахрамы не было. Продолжение следует... Продолжение следует...